Время Приходит ночь, зима сменяет лето. Но есть в Москве место, где царят законы другого, высокого порядка. Малый театр – верный хранитель русского театрального искусства. Здесь, на этом островке чистой классики, среди бушующего моря повседневной суеты, кажется, остановилось время. Но присмотритесь, оно совсем не стоит на месте. Благодаря пьесам великих драматургов мы каждый раз совершаем волшебное перемещение по векам моего бога. И в одно из таких путешествий мы отправимся прямо сейчас. И так звучит третий звонок. Меркнет свет. В путь. Разрешите представить, Николай Васильевич Гоголь – главный наш основоположник сатиры. Александр Николаевич, вы? Обождитесь. Чему смеетесь над собою смеетесь? Айда, Гоголь, айда! Так, кажется, говорил Пушкин. Много чего говорил, много чего писал. А за идею ревизора я до сих пор говорю ему спасибо. Понимаете, Александр Николаевич, малый театр – это такая мирная, с которой можно много сказать миру добра. И вот весь зал потрясен одним потрясением, рыдает одними слезами и смеется одним всеобщим смехом. И смех этот до сих пор раздается в зале нашего театра. Ну, что есть, то есть. А эта фигура столь внушительная, что аж сцены не видно. Сам Алексей Константинович Толстой. Что-то не так, коллега? Что-то горелой бумагой пахнет. Здесь был Гоголь? Был и передавал свое почтение. А мы, в свою очередь, хотели бы посмотреть этюды из ваших исторических полотен. Если вы позволите, конечно. О, конечно. Что же это я? Трех царей я создал для сцены малого театра. Это исторические пьесы «Царь Иоанн Грозный», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». Вечные вопросы власти, ее цели и средства были подняты множеством. И решались они неизменно при свете и совесть. Легендарные пьесы, чьи анонсы всегда вызывают интерес. Это не боевик. Это не вестерн. Ружье на стене. Показатель тихих драм Антона Павловича Чехова. И оно обязательно выстрелит в конце. Антон Павлович, рад вас видеть. На сцене малого театра вы значитесь певцом тонкой игры чувств. Я врач. Мне ли не знать, что происходит у человека внутри? И все же ваши герои словно оживают на сцене. Для этого надо перестать верить в то, что говорят и пишут другие. Наблюдай сам и вникай. И тогда родятся новые символы жизни, веры и завершенности. Стук топора по вишневым деревьям наполнится вселенским смыслом. Что же касается меня, Для меня малый театр стал домом. Здесь я обрел себя, обрел свой голос. Как же там было? Почему люди... Отчего люди не летают, как птицы? Отчего это люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Ты знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Чужая душа... Чужая душа, потемки. Хорошего человека нельзя не полюбить. Как уж любить, а не хороших людей. Говорят, что в моем лице малый театр обрел своего драматурга. А я вам скажу, что в его лице нашел свой театр. Все мы нашли. Каждый, кто когда-то играл на его сцене и писал для нее, Кто шил костюм и строил декорации, Все мы без остатка отдали себя малому театру. Но он дал нам гораздо больше. Пройдет время, но все так же смолкнут и вновь наполнят зал аплодисменты. А малый театр откроет свои двери. Потому что великая никогда не скажет вам «Прощайте». Вы услышите. До встречи на следующем спектакле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова